Друзья, сегодня 5 яра, это день радости, всегда это день независимости Израиля, independent day местный, очень все вообще известно еще в народе, как день шашлыков, в Израиле это день шашлыка. Это большой день, к нему очень серьезно относятся, и я, чтобы не занимать вас в этот день другим, расскажу короткую историю, относящуюся вот, на мой взгляд, серьезно к отношению к независимости Израиля, к единству его, к целостности Иерусалима и так далее. Много лет назад, когда президентом Франции был Шарль де Голь, а он не был другом израильского народа, я бы даже сказал немножко наоборот, он всегда поддерживал арабские страны и требовал и давил на Израиль, чтобы на правительство, чтобы они уступили там территории и часть Иерусалима. И вот для того, чтобы сбалансировать ситуацию, был организован визит главного раввина Израиля, тогда был главный раввин Мардыха Ильягу, в Элисейский дворец и официальную встречу его с президентом. Ну, посольство очень нервничало, потому что, ну, раввин был раввином настоящим. А президент, я уже сказал его позицию. Вот перед посещением завели раввина в музей во Франции, где запечатлена история страны. Раввин, слушая объяснения, с женой, подошли около царского кресла Наполеона, он говорит, а кто этот человек? Ему объяснили, кто такой Наполеон. Раввин спросил, а можно купить это кресло? Ну, засмеялись-то, говорят, нет, это история, мы не продаем. Ну, хорошо. Зашли в следующий зал, он говорит, там Луи 14. Замечательно, такое красиво, все рассказывает им. Жена удивляется его, она знает, что образованный человек все понимает. Он говорит, скажите, а вот этот был ваш король культурным, высокоморальным человеком? Ему говорят, да нет, в общем-то нет, но это наша история, мы храним о нем. Да нет вопросов, извините, все в порядке. И вот он перед президентом Франции выходит выступать, и он говорит, что я только что был в музее, и там все смеялись над моим вопросом, как именно и что я хочу, что такое Наполеон, я спрашивала, как купить кресло, и мне объяснили, почему кресло продать не могут. В этот момент, кстати, жена Равина увидела, что переводчик переводит не так, смягчая все, и она сказала, шепнула мужу, и он попросил Равина, сказал, что переводчик не знает наших терминов, главный Равин Франции, который здесь пусть продолжит дальше. И он сказал, смотрите, я абсолютно понимаю ваше отношение к истории, видел отношение к Наполеону, какое уважение вы к креслу его проявляете, не то что к нему самому. Видел отношение к королю, которого нельзя назвать человеком моральности особой, но это правильно, это ваша история, и мы ценим, что вы уважаете свою историю. Вы также ожидаете от меня, чтобы я уважал вашу историю, несмотря на то, что я гражданин Израиля, и это правильно тоже. Теперь я хочу спросить вас, господа, разве не логично, что мы евреи в Израиле знали и уважали нашу историю? Это очень важно. Разве естественно ожидать также, что и от вас мы хотим то же самое, просто уважать нашу историю? Разве естественно ожидать, что если вы просите от нас серьезно и там очень, как бы сказать, замечательно относиться к стулу Наполеона, да, то и к там королям, которые жили сотню лет назад или полторы сотни лет назад, то мы хотели бы, чтобы вы также относились к нашей истории, а наша история учит, что Машер Абейну получил, наследовал святую землю, передал народу своему, и на нашей земле Иерусалим в нем жил, царствовал царь Давид. Почему вы должны уважать ваших царей, которые жили 200 лет, и не уважать вы должны наших, которые жили тысячи лет? Вы не согласны продать кресло Наполеона? Ну а вы хотите, чтобы продали Иерусалим, который является сердцем народа тысячи лет? И все это было произнесено, члены израильского посольства были взволнованы крайне, они опасались, что президент будет раздражен, недоволен, но все было иначе. Во-первых, публика сразу аплодировала, а во-вторых, слова президента как раз произвели впечатление на Ширака, который пожал руку Ильягу и сказал что-то своему помощнику на ухо, и говорит, я просил вас на несколько минут задержаться. Через там некоторое время передали коробочку, и Жак Ширак сказал, что это незапланированное мероприятие, я хочу вручить золотую медаль, которая вручается только президентом, главам государств, вот этому замечательному человеку, Равину Израиля Мордыхаю Ильягу. Вот такая история. Поэтому не зря говорят, в следующем году в Иерусалиме. Брахава Ацлаха.